Депутат Государственной Думы Алексей Веллер встретился с активом регионального отделения ОНФ, чтобы обсудить вопросы, адресованные в ходе прямой линии президенту страны и совместно найти пути их решения. 6 тысяч обращений от жителей Кольского Заполярья поступило на прямую линию Владимира Путина в этот раз. Больше всего северян волнуют проблемы ЖКХ и медицины. Общероссийский народный фронт призван помочь в их решении. Все эти обращения направлены на Общероссийский народный фронт. И есть поручение президента всему ОНФ, в том числе и нашему региональному ОНФ, подключиться к работе с этими обращениями граждан. То есть это уже появляется системность отработки всех обращений, которые приходят на прямую линию. Вопросы разного уровня сложности, общественного и личного характера. Но в ОНФ заверили, ни один не останется без внимания. Мы разделяем, естественно, по сферам деятельности ЖКХ, здравоохранение, образование, другие сферы деятельности. Ну и смотрим те вопросы, которые необходимо решать. Но особое мнение мы уделяем, конечно, ветеранам войны, труженикам тыла, молодежи нашей. Ну и смотрим, если люди уже действительно там надо что-то срочно решать. Ну там, допустим, какие-то дома нуждаются в срочном или квартиры в ремонте. Что-то вот операции, да, которая идет о жизни и смерти. Так, после обращения на прямую линию к президенту и при помощи ОНФ быстро удалось обеспечить женщину-инвалида тест-полосками для определения уровня сахара в крови, который она должна получать бесплатно. Еще одной северянке незамедлительно выдали талон к врачу-гематологу, который самостоятельно она не могла получить долгое время. Мы понимаем, что обращение к президенту, оно такое, носят люди, когда уже не могут найти здесь для себя каких-то выходов, да, это последняя инстанция президента. И хотелось бы, чтобы таких обращений к президенту стало меньше, потому что есть возможности у нас в регионе решать все вопросы. У нас на сегодняшний день работают и в муниципалитетах, и в региональной власти депутаты. Поэтому я считаю, что мы можем справляться здесь своими силами, а не доводить людей для того, чтобы они звонили непосредственно на прямую линию президента. Несколько сложных вопросов Алексей Веллер взял под личный контроль. Это расселение из аварийной деревяшки, где один за другим происходят пожары. Вопрос с заброшенным объектом незавершенного строительства, представляющим опасность для местных жителей. И благоустройство детских садов в Снежногорске.